и снова здравствуйте меня зовут юлия доценко я квилтер и мы с вами сегодня будем начинать опять большой интересный проект мы будем шить лоскутное одеяло детское лоскутное одеяло потому что многие просили именно детский проект и вот буквально несколько дней назад он родился в моем воображении и соответственно родился на бумаге и уже собственно в ткани сегодня мы с вами будем шить вот такой блок уже можно посмотреть какой он красивый и я хочу показать ткань с которой мы будем работать очень интересная теплая гамма и поэтому я решила сделать такое мягкое уютное традиционное одеяло у вас будет одеяло размером 70 на 80 дюймов ну 71 на 83 если быть точным то есть это довольно таки большое одеяло то есть полноценное одеяло метр шестьдесят на метр восемьдесят на два десять но плюс еще когда вы будете его стягать немножко на усадку уйдет и выйдет где-то метр шестьдесят пять что у вас будет в эскизе здесь будет общий эскиз у нас здесь будет аппликация да конечно проект с аппликацией я очень люблю аппликации поэтому аппликации будет каждая деталь аппликации отдельно вот она здесь общий общая картинка аппликации и листы для склейки аппликации мы сегодня будем работать с блоком и мы сделали в этот раз вот такой вот интересный подход пока вы видите в моей редакции листы то есть блок в моей редакции когда он будет уже в готовом виде там будет вставлена ткань и ткань естественно будет пронумерована то есть вы не ошибетесь хотя на самом деле мне кажется можно менять местами ткань и от этого ваш проект будет еще уникальнее три варианта блоков три разных цвета и все они сделаны вот из этой цветовой гаммы здесь показаны детали блока я их уже выкроила заранее потому что ну на крой я бы потратил наверное половину эфира если не больше хотя честно говоря когда ты кроишь первый блок это долго но когда ты кроишь уже там следующий следующий это уже не так долго если вы посмотрите на поднос здесь я сделала раскрой фоновой ткани то есть вот у меня светлая ткань это на все одеяло и здесь вот еще кусочки лежат останутся еще небольшие полоски которые будут внутри одеяла для работы нам с вами как обычно нужна швейная машинка и вот здесь вот начинается самое интересное дело в том что многие люди боятся работать в дюймах и многие мне пишут что вы наверное заметили что раньше я работал в сантиметрах чаще всего я инженер и я привыкла работать симметрической системе но в дюймах работать тоже удобно и многие кто учился строить эскизы в сантиметрах они работали в сантиметрах сейчас я вас хочу научить как легко и просто строить эскизы и работать в дюймах для этого вам конечно нужна дюймовая линейка да вот она у меня есть у меня линейка 6 на 12 наверное это самый распространенный размер 6 на 12 линейка любой фирмы вам понадобится у нас кстати в желедок винт их полно и мы наверное сделаем такую акцию при покупке набора ткани вы можете получить или эскиза вы можете получить скидку на дюймовую линейку если у вас ее еще нет теперь давайте смотреть вот я строила эскизы в дюймах на миллиметровке все то же самое в принципе для тех кто будет работать в сантиметрах кто все-таки не хочет дюймах я вам просто подсказку кидаю все блоки строятся по сетке данном случае у нас симметричная сетка сетка 8 на 8 что значит 8 на 8 1 2 3 4 5 6 7 8 и сюда тоже 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть 8 одинаковых квадратов туда и 8 одинаковых квадратов в другую сторону каждый квадрат у меня имеет размер полтора дюйма вот если можно взять можно взять полтора дюйма 1 и вот половинка дюйма но я могу вот так положить чтобы было сначала до 1 дюйм и половинка дюйма теперь чтобы мне узнать размер детали вот допустим у нас есть квадрат до квадрат есть он имеет размер полтора на полтора чтобы нам узнать какой квадрат нам нужно выкроить нам просто нужно прибавить две четвертых дюйма то есть два припуска то есть грубо говоря вот смотрите на дюймовые разметки давайте вот так вот покажу на дюймовые разметки чем она отличается от миллиметра миллиметра они очень часто и да здесь нам не нужна такая частота мы пользуемся вот какими штучками и как мы это все измеряем вот один дюйм отсюда и досюда он делится на 8 равных частей 1 2 3 4 5 6 7 8 меньшие части нам не нужны 2 восьмых это одна четвертая дюйма до 1 2 3 4 то есть одна четвертая то есть дюйм мы делим на 4 равные части у нас получается 1 4 дюйма вот одна четвертая дюйма это как раз тот припуск на лапках которые используют все производители швейных машин швейных лапок 1 4 дюйма вот эта величина но если у вас по математике там было двойка или тройка 1 4 то 2 восьмых и теперь чтобы вам взять вот у вас размер полтора дюйма квадрат вот он полтора на полтора вы прибавляете 2 4 дюйма 1 4 2 4 у вас получается 2 на 2 то есть вам нужно вырезать квадрат 2 на 2 день я думаю что я объяснила доступно и наверное сейчас многие поняли почему дюймами работать проще потому что вы всегда просто прибавляете одну четвертую дюйма на припуск и все вам не нужно уточнять миллиметры да здесь нет выбора сделать какую-то очень точную очень нужного вам размера фигуру там я не за 85 с половиной да там на к примеру 31 и 8 да может быть такой точности в петчворке не требуется ничего страшного если там будет 32 например да или не 85 а 84 то есть этого добиться можно приступаем крою да на один блок нам с вами нужно будет 57 деталей и вот я говорила о том что этот блок можно шить несколькими способами да я нашла для себя три и выбрала один можно разделить все вот эти детальки на треугольники и квадраты и шить их с помощью скоростной сборки можно разделить весь блок на составные части и шить их способом по основе ну то есть взять нанести этот рисунок на основу на бумагу на какой-то на стабилизатор да на что-то такое и шить их по основе но я решила что я сегодня буду делать классический петчворк когда не надо ничего мудрить просто вырезаются детали как они есть и просто они сшиваются тем более что краем мы в дюймах все детали ровные четкие кроить вам будет удобно то есть кроится все очень быстро еще раз напоминаю что в одном блоке 57 деталей у нас одна деталь центра центральная часть у меня вот такой же блок по цвету я раскроила деталь центра дальше у нас идут детали которые вокруг или давайте сначала давайте квадрат сначала вот эти вот квадраты которые в углах вот они у меня их 4 штуки размер этого квадрата 2 и 6 восьмых дюйма этого три с половиной дюйма дальше идут маленькие квадраты квадраты цвета фона вот они у нас вот здесь вот их восемь штук они размером 2 дюйма и квадраты которые у нас идут цветные вот они здесь они тоже размером 2 дюйма и я специально не выкрою темно-синий цвет чтобы сделать это сейчас ткань предварительно нужно постирать и отпарить ткань у нас у вас будет какой-то кусочек ткани в наборе но так как смотрите у нас два одинаковых блоков всего блоков 9 в проекте три разных то есть по два одинаковых поэтому вам не нужно раскраивать прям вообще весь кусок ткани вам нужно взять только ту часть которая вам нужна вот у нас блок 2 на 2 квадратик 2 на 2 дюйма надо проверю лучше лишь раз проверить я уже ничего не буду рисовать на ткани я буду сразу кроить у меня есть линейка на ней есть деление соответственно 2 дюйма прошу обратить внимание на то как лежит линейка у меня 2 дюйма 1 2 и 8 дюймов но на кверх ногами у вас тут наоборот деление но понятно что 2 на 8 я вырезаю эту полоску и даже могу сделать не 2 на 8 это допустим 2 там на 8 и четверть чтобы если вдруг я где-то промахнусь чуть-чуть у меня был зазор отрезала и отрезала можно кроить сразу несколько цветов то есть когда вы отрежете полоску если будете кроить все блоки но я сейчас показываю для одного блока поэтому делаю это с маленькой полоской а вообще когда я кроила фоновую ткань я прям в несколько слоев накладывала причем все равно как я положу это на мать и главное я сейчас работаю линейка видите у меня два дюйма и два дюйма кто не понимает одно деление это один дюйм не нужно бояться нового нужно просто научиться один раз понять что это такое вам будет легко еще раз сразу говорю о том что так как проект рассчитан в дюймах и припуск рассчитан на 1 4 дюйма вам нужна лапка лапка которая ограничивает припуск да вот здесь я забыла лапка которая имеет припуск 1 4 дюйма если у вас такой лапки еще нет она не обязательно выглядит так же потому что у разных машин они немножко по-разному выглядят вам лучше ее купить если вы не можете ее купить значит вот у вас есть эскиз на эскизе вы можете отмерить отступ иголки от края лапки и собственно шить обычным способом все проблемы решаются проблем как таковых нет все можно решить с чего мы начинаем шить этот блок у блока большой подготовительный этап потому что 57 деталей их как-то нужно шить да я начну с того что я буду составлять сначала вот эти части можно сюда посмотреть вот эту часть вот эти вот квадратики давайте их выложил они у нас лежат в шахматном порядке как вы видите они как братья-близнецы все одинаковые потому что краились по линейке с помощью ножа и мата вот так вот они у нас будут выглядеть но для того чтобы нам было быстрее мы берем и сначала их просто все сшиваем все темные сшиваем с квадратиками цвета фона мелким швом шов 1,8 длина стежка 1,8 начала с маленького кусочка ткани ну просто чтобы не было замена нитку складываю кусочки в ней квадратики друг к другу и прям сразу все их сразу все в флажковом соединении а так теперь мы их сшиваем друг с другом здесь важно чтобы у вас вот это соединение прошло очень ровно чтобы не было какого-то сдвига да вот так вот или сдвига вот так вот чтобы прошло все четко и ровно мы шили вот этот сегмент сейчас мы шьем вот этот сегмент он у нас состоит из двух треугольников поэтому мы их также друг другу складываем и по диагонали прошиваем так теперь опять то же самое мы делаем нам нужно получить квадрат из этого всего да сейчас я не буду это вот так растаскивать руками я просто прижму утюгом потому что когда руками мы потянем немножко мы сшили вот эту часть вот эту часть теперь нам нужно вот эту часть пришить вот к этой вот они у нарезаны и как она у нас лежит я буду делать вот так да вот так вот я кладу все четыре перед собой вот так вот разу и пришиваю у нас уже готовы вот вот эта часть у нас готова и вот эта часть у нас готова нам сейчас вот к этой части нужно пришить вот эту часть то есть мы их раскладываем мы кладем как они у нас будут все проверяем вот она для чего выкладывать именно для этого проверяем все правильно правильно теперь нам нужно вот эти вот части пришить сюда берем пришиваем кладем на место решили расправили с обратной стороны и теперь нам их нужно пришить друг другу то есть берем складываем и пришиваем давай посмотрим что у нас получилось у нас получилось четвертинка угловые сегменты блока давайте вот они вот они угловые сегменты блока мы сейчас шли 4 абсолютно одинаковых частички и нам бы их сейчас немножечко раз гладить в теку мы откладываем сторону мы все разгладили вот так это выглядит с изнанки и я это пока убираю до уберу и мы займемся средней частью чтобы сделать средней части нам сначала опять же нужно подготовиться нам нужно сшить вот этот сегмент вот этот узел нам нужно сшить из два вот эти треугольника нам нужно сшить вот они у меня здесь есть и сшиваются они у меня по короткой стороне вот таким образом у нас получились вот такие элементы и я сейчас утюгом их тоже быстро разглаживаю прямая полоса что ничего тянуться не будет чтобы они нам и недалеко и под рукой и займемся вот этим сегментом и вот тут сейчас будет интересно особенно для тех кто новенький кто в вычурке вообще новенький новенький смотрите нам нужно пришить два вот мы делаем звезду посмотрите сюда видите квадрат и вот эти вот угловые лучики звезды они пришиваются к цельному если бы он был как на миллиметровке разрезан да мы могли их сделать из треугольников а здесь нам нужно пришить и чтобы это было аккуратно когда вы пришиваете треугольник вот я сейчас приложу смотрите у нас деталь треугольника так как я не вырезала специально припуски да я просто вырезал треугольник и все как ее положить как нужно найти ту середину чтобы у вас вот этот угол оказался именно в середине как как это найти очень просто сейчас покажу смотрите видите у меня разметка есть центре и сделать ее тоже просто вы кладете свой треугольник на мат на котором есть вот такая вот квадратная разметка углы положили угол 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 теперь берет линейку линия на мате всегда проходит они всегда идут диагонально и спасибо симметрично и рисуем по этой линии я ничего линейка здесь не измеряю я просто пользуюсь разметкой мату волшебство вроде как просто да вот такой крест рисую длинным зимой нам сейчас с вами пригодится теперь берем треугольник и мы должны положить вершинку треугольника на эту разметку теперь нам это нужно пришить здесь 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 у нас получились квадраты с треугольниками но нам еще и с этой стороны нужно треугольники пришить то есть вот сейчас я кладу опять я в принципе делаю то же самое вот сюда вот прям ножницами чтобы это было быстро можно сделать это с помощью ножа мы сшили вот эту часть вот она у нас лежит готовая мы сшили вот эту часть теперь чтобы вот эту присоединить к этой нам нужно их тоже шить то есть соответственно я выкладываю перед собой опять части теперь у нас есть вот эта часть которая ложится сюда и вот эта часть которая нужно пришить сюда значит соответственно примерили вот так должно быть убираем и пришиваем так раскрываем они у нас должны быть все одинаковые как близнецы братьям вот и теперь вот эти два мы сшиваем ну вот что у нас получилось в итоге теперь нам его нужно тоже разгладить обрезаю сейчас хвостики у нас есть центральный элемент центральному элементу кладутся вот эти сегменты и у нас есть угловые сегменты которые мы кладем вот таким вот образом вот собирать мы это будем полосами то есть вот у нас одна полоса вторая полоса и третья полоса вроде бы все понятно приступаем да когда мы сшили полосы теперь мы полосы сшиваем между собой и кстати на этом этапе можно опять же разгладить швы чтобы вам легче было можно не разглаживать тут уже на ваше усмотрение складываю и пошла вот так вот так вот он выглядит пока он не разглаживает сейчас на его разгладим быть симпатичным этого проекта вот как он выглядит все блоки будут разные да как вы видите но они повторяются но они у нас три разных три разных расцветки мы их просто меняем местами у нас есть одеяло и мы шили блоки то есть мы занимались носкутной частью сегодня мы будем делать аппликацию давайте я покажу что у меня получилось для сегодняшнего эфира я приготовила вот такую часть здесь у нас одна полоса блоков и пустая полоса где будет аппликация я сразу не стала пришивать блоки вверх и вниз только потому что когда мы будем пришивать аппликацию рукав машины ну он ограничен да и нам будет удобнее вращать ткань когда она имеет малый размер если мы пришьем сразу все будет немного сложнее когда есть возможность пришить чуть позже лучше ей воспользоваться как делать аппликацию у вас в эскизах есть аппликация если такие листочки где нарисованы детали аппликации и они уже в зеркальном отображении ну то есть их не нужно отзеркаливать вы их обводите нумеруете потому что их много чтобы не запутаться и работаете с ней что значит работаете с ней у нас есть флизофикс флизофикс это клеевая на бумажной основе с одной стороны клей с другой стороны бумага мы прикладываем флизофикс вот сюда сверху я оставляю небольшой припуск с этой стороны небольшой припуск с этой стороны и обвожу деталь точно по контуру ровно по контуру который у меня там нарисованы сейчас я вырезаю это все таким же небольшим припуском чтобы припуск у вас был 23 миллиметра и нам нужен разогретый утюг утюг у меня сухой без пара в данный момент пар здесь не нужен потому что мы работаем с обычным хлопком парня используют только когда работаю с плотным материалом такими как 6 на нашем с вами случае это простой вариант теперь смотрите у меня вот еще осталось две детали не приклеены остальные я все уже приклеила и мы можем с ними работать это детали ушей они тоже пронумерованы чтобы не потеряться чтобы я могла посмотреть и ткань аппликации которой я работу медведь у нас такого оранжево-коричневого цвета я кладу ткань и наизнанку ткань и на лицо наизнанку просто выкладываю деталь и приклеиваю ее с помощью утюга просто прижимаю все я прижимаю и держу 7-8 секунд и у нас еще два цветных квадратика давайте сделаем один зеленым так как кубики у нас имеют четкий ровный край мы себе как убыстряем и упрощаем работу и вырезаем их с помощью обычного роликового ножа и линейки такие страницы где когда вы их склеиваете у вас получается целый рисунок медведя вот он мне сейчас понадобится я беру сейчас свой лайтбоксинг импровизированный да кладу его медведя то бишь до сюда и сверху кладу ткань топа и здесь вот уже вы можете двигать его куда угодно как вам нравится хотите туда хотите сюда чтобы он у вас уместился единственное вам нужно вот что сделать вот здесь вот медведь он у нас как бы лапки покрывает на блоке и у него вот здесь вот есть полоса грудки которая должна закончиться на стыке вот этой вот разделительной черты вот она здесь должна быть вот это важно и и так теперь я несу все это на утюг осторожно у меня же приклеено да поэтому мне будет думаю легко все и теперь фиксирую все детали утюгом аккуратненько на эскизе у медведя если вы заметили есть еще вот такие линии которые имитируют его сшивные части деталей и рот да это мы будем делать уже при истежки сейчас мы этого делать когда мы пришли все приклеили всю аппликацию мы должны ее пришить пришивать я буду аппликационной строчкой строчку заранее я проверила отладила отрегулировала натяжение нити и сейчас начинаю пришивать аппликацию буду пришивать с центральной части то есть я начну с носа и буду постепенно двигаться каждая деталь и отдельно для каждой детали подбирается свой цвет нити сейчас я взяла горчичный пришиваю нос у нас ресницы всегда строго перпендикулярны краю не наискосок идут а строго перпендикулярно краю она всегда идет перпендикулярно то есть образует угол 90 градусов по отношению к краю и у нас вот здесь вот строчка которая идет аппликационная да она образует такую границу то есть идет вдоль детали никуда вот сюда она не отпрыгивает сюда на нее не залезает всегда идет вдоль детали аккуратно ну вот тихо не спеша можно вот этого малыша за час наверно сшить я думаю мы остановились на пришивание аппликации аппликацию я обшила дальше после этого я собрала блоки то есть вся центральная часть она у нас сборная из блоков такой же разделительный бордюр как между блоками здесь был он лег по периметру одеяло и далее по схеме где схемы вот эта схема я начала шить я пришила разделительный бордюр коричневого цвета тоже такой теплый красиво мне очень нравится мне кажется и даже если бы мы его взяли просто на бордюр основной это было бы классно дальше мы пришли полосы как вы видите полоса у нас ложится вот так вот немножко в углу то есть она вылезает я специально беру чуть больше полосу то есть не прям по краю ориентируюсь а чуть больше теперь я беру линейку любую линейку который есть угол 90 градусов прикладываю ее сюда и смотрю обычно когда мы шьем углы в углу строчка убегает куда-то в сторону и от этого угол вытягивается становится неровным и в итоге когда вы те кто берет одеяло на стежку те видели что бывает так приносит одеяло и углы у одеяла вытянуты как этого избежать каждый раз когда мы пришиваем контур мы проверяем как это правильность углов да то есть прямолинейность углов чтобы угол был 90 градусов для этого нужна обычная линейка кладем и все лишнее аккуратненько удаляем и так я буду делать с каждым углом то есть каждый угол повернул и каждый угол буду смотреть ровный ли он у нас по периметру центральной части одеяла вы помните вот мы сейчас пришили вот эту часть и вот эту часть я вот так вот выделю карандашом далее у нас идут квадраты 14 квадратов вверху и внизу и по 20 сбоку после того как мы нарезали квадратики для наших кубиков да вы же помните что кубики по периметру это собственно те же кубик которыми мы играли в центре размер квадрата три с половиной три с половиной дюйма и мы собираем их в линии нужное количество вы можете посмотреть в проекте чтобы не запутаться и не забыть просто сшиваем после того как мы пришили коричневый бордюр к центральной части одеяла и собрали полосы из квадратиков мы пришиваем их сюда в бордюру прежде чем пришивать померите соответствует ли длина линии из квадратиков длине вашего одеяла что бывает так что где-то вы потеряли миллиметр или наоборот зашили больше и до того момента как вы пришьете у вас есть возможность это подкорректировать вот смотрите целую часть я кладу вниз ту часть которая у меня будет с квадратами я положу сверху чтобы не зашивать припуски чтобы видеть что я делаю так здесь пометки нет значит кладем ровно в угол хорошо и шьем мы пришили часть одеяла с квадратами и следующий бордюр у нас идет фонового цвета такого же цвета как середине блоков я его уже выкроила и заранее полоса сшила в одну линию швы вот правда не везде разутюжила но это не страшно теперь я пришиваю точно также сначала вверху и внизу потом слева и справа этот разделительный бордюр и далее у меня уже будет основной бордюр то есть он ляжет после светлого топ одеяла после этого будет готов